видео для земляков дорогие земляки жители бурятии буряты русские кто бы там ни был все кто сейчас может подлежать мобилизации призыву российской армии отправки на войну незаконную войну в украину я бы хотел сказать друзья что я вас призываю отказаться от мобилизации от призыва уклоняться от него любым доступным способом потому что самое важное что у нас есть это наши жизни наши близкие родные да мне не надо вам объяснять что вот это российская пропаганда то что говорит путин который по сути является военным преступниками узорпатор и вечному лжецом не надо разъяснять его ложь и пропаганду вы и так все знаете что нету никакой хунты каких-то там укронацистов в украине нет это все путин придумал все для чего чтобы удержаться у власти ну да и бог с ним что там путин рассказывать нам какое с этого дела нам буряту калмык тувинцам не бы там татарам башдира кто бы ни был да и русским ребятам зачем нам умирать защиты интересы за путинские дворцы золотые унитазы ведь вы знаете что дети путина там пескова волошин кто там кто там есть шар шойгу их дети не поедут умирать не будут с нашими парнями в окопах нет они сидят в своих виллах дворцах катается на яхтах летают на самолетах ездят на дорогих машинах а вместо этого вы будете зато умирать попадать под обстрелы под пули неизвестно выживите вероятность погибнуть там очень большая просто не надо умирать зачем просто уклоняйтесь уходите бегите если есть возможность убежать убегайте прячьтесь не открывайте двери договаривайтесь чтобы если кто к вам придет заранее предупреждал чтобы вы никому не открывали двери не нужно открывает лишним людям дверь брать эти повестки стали сами едут умирать скажу ну почему сын ци пленова не едет у него есть сын призывного возраста я не едет почему он не призывается он должен или ц ты навсом скай сами едут если им эта война можно скай сами едут почему обычные рядовые люди обычные буряты, должны умирать за чьи-то, какие-то мифические никому не нужные идеи, мифы нам надо собственный дом построить, у нас в Бурятии экономика ниже плинтуса, все разворовали вот Путин любит рассказывать про всякие там 90-е годы, но посмотрите хуже стало жить-то в нулевых десятых годах, хуже стало нет, я не отрицаю, что в 90-е после распада СССР неизбежного распада СССР был какой-то период, но простите, потом экономика зажила нормально было все а теперь что? теперь границы перекрыты на России наложены санкции, огромные санкции непомерные и когда Россия еще из этого выберется, да и вообще у России нету никаких перспектив на ней уже крест поставлен уже не допустим так же, как не было никаких перспектив у нацистской Германии теперь нету никаких перспектив у Российской Федерации эта страна неизбежно распадется уже есть центр избежной силы она трещит по шлам это сейчас не видится но на самом деле со стороны виднее Россия распадется Кадыров готовит собственную армию уже есть у него армия чуть что в центре закрутится что он будет рубаху рвать за Путина нет Чечня отделится все другие регионы также должны отделиться и жить уже сами по себе я работал в свое время в компании ЮКОС местном представительстве в Бурятии потом в Бурятзолке немного работал в Снежном Барсе работал ну вот скажите вот в Москве стоят нефтяные вышки там качается нефть или добывается золото не знаю там поля на Красной площади пшеница нефрит тот же что ли в Москве добывается или алмазы какие-то там нет ничего этого в Москве нет все это у нас это на нашей земле это нашими богатствами жиреют эти вот Путина и его прихлеботы ну за наш счет на нашем горбу все это вывозится все предприятия в Бурятии переписаны туда в центр в Москву налоги все туда уходят ну конечно зарплаты платят какие-то мизерные да а что судостроительный развалился а что авиазавод теперь он кому принадлежит не Бурятии живет или добывается уголь в Сагануре кому он принадлежит Сибуру Сибур кому принадлежит Шамалову а Шамалов кто зятек Путина они обогащаются за наш счет и нас же Бурят отправляют на смерть умирать они живут за наш счет а умирать должны мы Бурят Туринцы Калмыки Якуты Татары Башкиры Эрзя Куча народов Чукчи даже ну и русские тоже в том числе умирают обычные простые русские умирают пускай сам Путин идет на этот фронт если ему так это надо почему он даже на фронте не появляется украинский президент Зеленский тот на передовую едет выступает встречается с солдатами а Путин нет он же в бункере сидит даже со своими генералами встречается и на расстоянии 10 метров сидит боится что его табакеркой прибьют так как можно за такого идти в бой как эти ультрас его называют на букву Х я сегодня утром разговаривал с президентом Монгольским бывшим президентом но он руководитель всемирного конгресса монголов председатель и председатель одной из монгольских парламентских партий я передал обращение монгольскому президенту нынешнему и главе монгольского парламента потому что сейчас с бурятам куда ехать в Монголию да буряты вообще жители России могут выехать на один месяц в Монголию без визы а потом извините опять надо возвращаться и опять заезжать да а если ситуация изменится и уже обратно не пустят просить там политическое убежище ну сами понимаете нелегко могут депортировать и так далее поэтому я написал обращение на имя президента и главы парламента Монголии о том чтобы жителям Бурятии других регионов российских всем кто просит в Монголии убежище от мобилизации от призыва давали гуманитарную визу сроком на год и более я поговорил с бывшим президентом Упикдоржем он сказал что передаст и в то же время выступит в парламенте то есть его партия выступит одна из парламентских партий она крупная они начнут такой законопроект срочный законопроект в том чтобы жителям Бурятии в срочном порядке выдавать безусловные гуманитарные визы безо всяких бумаг справок еще что требуется больших сумм чтобы такого ничего не было залогов чтобы сразу приехал человек из Бурятии и сразу попросил визу гуманитарную понятно это делается для того чтобы дать возможность избежать мобилизации призыва я не знаю насколько быстро это они сделают но процесс запущен и мы будем держать руку на пульсе отслеживать я в постоянной связи с монгольскими властями и не только с Монголией в общем вчера я звонил вернее мне позвонили финские журналисты потом сегодня даже украинские украинское телевидение мне звонило про эту ситуацию рассказать потому что там тоже никому никакого интереса нету стрелять в нас наших людей из Бурятии зачем что я не думаю что есть такие люди которым прям так хочется выйти на улицу и начать бой ну конечно они вынуждены это делать понятно что к ним когда чужая армия приходит они вынуждены стрелять но а кому хочется на самом деле людей никому не хочется вот вчера еще говорил с представителем украинского МИДа насчет если пленный то все они тоже говорят ну да возьмем допустим в плен ну блин столько народа кормить надо будет ну даже если они добровольно помогать будут так далее но все равно лучше пускай не приезжают они мне сказали попроси пожалуйста чтобы просто избегали мобилизации уходили ну зачем это вам вот не надо я тоже считаю я самого начала так считал что зачем нам это бурятам бежать за мифический в кавычках такой русский мир так называемый русский мир был бы если бы они построили хорошую экономику и действительно было бы радостно народов все бы дружно жили бы никто никого не угнетал бы не запрещал бы чужие языки преподавать ну я имею ввиду допустим было бы преподавание бурятского языка татарского калмыцкого сейчас же этого нет есть формальное преподавание да там и то надо чтобы человек выразил желание и так далее нет нет обязаны преподавать бурятский язык вот я сейчас обращаюсь к вам на русском языке хотя я прекрасно знаю бурятский язык монгольский язык английский другие языки но я сейчас вынужден обращаться на русском языке потому что очень много жителей бурятия не знают бурятского родного языка а почему потому что в россии нет условий для развития национальной культуры для развития нашего народа и не только бурятского да и любого другого народа да и самим русским языком посмотрите что происходит они говорят вот мы русский язык защищаем ну посмотрите я без содрогания читать не могу тот же интернет качество образования ниже плинтуса люди элементарно писать не умеют я часто говорю извините я бурят я знаю ваш русский язык лучше вас орфографию грамматику и так далее не надо ребята ехать на эту войну уклоняйтесь от призыва бегите прячьтесь даже если вынуждены вы будете в тюрьму сесть лучше чуть-чуть посидеть в тюрьме это не очень хорошо я такое говорю чем поехать и там на ваши головы будут падать бомбы а они будут там падать а еще сзади стоять будут карательные отряды и если вы захотите убежать они вам в спину стрелять будут в тюрьму посадят сейчас еще за сдачу в плен они 10 лет дают это что такое ну это как в сталинские времена 227 приказ не шагу назад который назывался против противонародный приказ сам сталин просрал свою войну в начале а потом заставил людей идти на смерть ну люди пошли конечно потому что там уже речь шла действительно о выживании народа вот в данный момент допустим украинцы в такой ситуации они за выживание борются а мы буряты тоже сейчас за выживание должны бороться но тем чтобы не участвовать в этой войне нам вообще это не нужно пускай Путин сам идет на эту войну сын там Волошина если у него там есть Пескова дети Медведева сын у него тоже да вот вы сидите у вас работы нету там в кредитах и так далее замученные ипотеки а в то время допустим сын Медведева там Кириенко получают корпорации ВКонтакте Мейл.ру вот так будто они их создали или допустим сын Тарагозина там получал корпорацию Ильюшина что Ильюшина он создал да конструктор конструкторское бюро эти самолеты Ил они что ли создали на народных горбах все было создано почему они этим владеют я не коммунист я против всяких там разделим там и так далее но простите почему вот это то что они не создавали им в руки им в карман а умирать должны идти вы давайте ребята скрывайтесь от мобилизации а если даже вас загребут просто саботаж откровенный саботаж вы ребята хорошие умные давайте объединяйтесь и бунтуйте немножко шухера кипиша поднимите не надо отправляться на эту войну мы же не бараны зачем как позволять им гнать вас как какую-то скотину на убой откажитесь от этого бунтуйте был такой великий исторический деятель Спартак до нашей эры жил тут он сказал свободы достоин тот кто за нее борется так что давайте братья поборитесь за свою жизнь пускай эти сами идут воевать если им так нравится тот же Циденов пускай сам отправляется в Украину и пускай там в окопе сидит если ему так это нравится ходит там такой бурятский дегон нацепил на себя на который даже одевать не умеет с таким глупым выражением лица сидит стоит там парнишку беднягу нацепили ему медальку думают счастлив он ногу оторвало человек а будет он счастлив да пускай Циденов своего ребеночка отправляет и посмотрим пускай сам едет пускай вот они говорят да Петр Первый чего там показал полкам пример вот пускай сам Циденов едет сидит в окопе бегать там и весь состав нашего хурала и все военкомы которые сейчас вылавливают в 2 часа ночи людям приходят вы думаете я так там из-за границы говорю да нет у моих родственников тоже загребли это беда всех касается ночью приходят людям это как в сталинские времена что это за такое мобилизация в 2 часа ночи приехали забрали человека увезли в кяхту за 500 километров с ума сошли что ли так что ребята если кто там оказался на мобилизационных центрах пунктов бунтуйте просто бунтуйте потому что поднимется кипиш шухер вас там конечно по голове не погладят к сожалению но по крайней мере вы не дайте себя отправить на эту бойню незачем нам кому хотелось они уже уехали да к сожалению тоже такие люди есть но вам это зачем у вас дети сестры жены матери отцы дома старики что вам это даст если вы погибнете ну если еще сподобится да выплатят мизерные копейки ну раз выплатят да а что а потом детям что будет жить сирота безотцовщина зачем это бунтуйте ребята нахер эту войну нахер эту мобилизацию кому надо путину цдну сами пускай едут и воюют если им так нравится пускай сами там подыхают а бурятский народ жить будет вечно давайте ребята счастья здоровья вам всем чтобы живы были дома сидели не ездили по всяким там воинам не умирайте живите дома не надо нам этого нет было Продолжение следует...